Приветствую вас в третьей части прохождения первого феодала. Что-то вот захотелось поиграть все равно в игру, вот не знаю, вот с одной стороны меня бесит эта механика как в Факторио, да, где вот эти вот везде эти проходы нужны туда и сюда, с другой стороны вот что-то засасывает в этой игре, не знаю, вот как в этих играх типа Римворд, The Abelions, какой-то непонятный магический свой шарм здесь есть. Ну и к тому же мне интересно, что зимой будет, в комментах, значит, мне написали совет, кстати, что типа зимой у меня тут все загнутся, потому что домов нету для них, я вот подумал, наверное, в этом есть какой-то смысл, только у меня вопрос, собственно, а дом я могу один на всех построить, как на семь гномов? Или типа в идеале нужно каждому свой дом отдельный? Скоро у меня еще один житель придет и вообще из чего мне строить дома, типа из камня или что? Каменный пол, каменная стена, каменная колонна, крышей, подожди, закрывает замкнутую площадь на дистанции до двух метров, включая диагональные клетки, работает только при строительстве внутри дома, подожди Закрывает крыши замкнутую площадь на дистанции не более трех метров А вот смысл тогда, вот в чем, в чем она стоит дофига, эта колонна, и что, и в чем прикол? Не знаю Зачем это каменная колонна? Ладно, увидим в процессе, в общем А куда дома-то строить, я не знаю, но по идее По идее, я могу вот здесь вот перекрыть, наверное, пос... Так, подожди, поставить стену, у нас здесь поставится, вот, аж здесь поставится, отлично Я, короче, здесь могу перекрыть, и вот здесь, типа, построить такой дом Правда, здесь, конечно, далеко идти, просто здесь, блин, или здесь посередине построить Ну, здесь, конечно, ну, такое себе Отсюда им тоже далеко ходить придется, хотя, с другой стороны, я могу здесь построить для овцепасса, а, там, блин, там, кровати, они так не назначаются Вот я даже не могу на них щелкать, как в мемборде, чтобы каждому назначить свою кровать, да? Могу, конечно, оградить вот это вот все, но не знаю, не знаю, тут все равно пройдут вражины Вот видите, берега, блин, или здесь что-то большое построить Ну, в общем, в любом случае, сейчас у меня камня пока недостаточно, так что будем ждать Будем ждать, терпеть Сейчас придет еще один, этот, как его О, нифига себе, меня телепортнуло Так, нас обокрали В прошлой ночи мы заметили, ну, понятно, это уже было, украдено Клыки, а, нифига себе Медный слиток Противник намного слабее Держи, воров Так, ну-ка, все сюда Так, мне нравится эта музыка, которая здесь Быстро берите оружие К оружию, к оружию Ты же так долго оружие-то берешь Да вы че? А, оно раскидано, потому что везде, видимо Ну, куда, куда ты попер? Это жесть Ты посмотри Вот после этого мне кто-то скажет, что это у меня что-то сундука Вон туда, 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 туда Блин, определись Так Это первый он идет с чем? Он с луком идет? Я что-то не пойму Давай! Давай! А! вот это классно такие звуки грома и все такое все понеслась понеслась силы нету выносливость и точнее давай 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 махнем а ей барашка прости ой красава и все обокрали прибыл новый кристин крестин получил что-то там черту какую-то ладно и этих тоже всех обокрали точнее ободрали о ладно мне надо конечно инвентаризацию провести так баба бабам давайте по силе тогда потому что вот шахтер один есть у другого тоже сила неплохая но он охотник все-таки его наверное мы сделаем и знал из охотника шахтером вот а вот этого вновь прибывшего мы сделаем охотникам так броня легкая оружие при призыве дальнобойный оружие для охоты тоже дальнобойная пусть будет все вроде нормально я думаю так знаете что давайте да немножко мы наверное с сундуками я сейчас буду разбираться так как же лучше на шарушку либо на верхние сундуки класть либо на нижние но нападают как сверху так и снизу и плюс наверное к верхним не так удобнее проходить потому что очень много всего стоит я смотрю наверное лучше к нижним короче вот эти нижние сделаю чисто под оружку во всех остальных сундуках я запрошу 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 на арно хранить оружку короче здесь вот только будет оружка ну точнее подожди нет не инструменты тут будет оружие ближнего бы оружие дальнего баба баба а знаешь чё давай тогда вообще по-хитрому сделаем так так тогда пусть будет допустим в первом сундуке оружие ближнего боя во втором а подожди его надо сохранять еще да да вот так сохранить есть все отлично даже значки очень удобно во втором пусть будет оружие дальнего боя в третьем пусть будет броня правильно правильно так и а о четвертое тут есть тяжелая броня отлично как раз так увижу увижу как бы чуть не хватает или типа того так ну а сколько там сколько там ячейки то так надо 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 запретить класть надо запретить класть блин ну ка детально я могу ну вот здесь в принципе все оружие броня правильно я понимаю да потом уже идут рез и где-то я надеюсь у этих сундуков у них приоритет выше получился чем у остальных а почему и кстати вот давайте на них заодно проверю как это работает я думаю тяжелой брони у меня не так много давайте сюда лишнюю сложу ой пардонте вот так ой вот так наука доступна для изучения что там за наука либо пчеловодство а либо рыбалка я думаю что сейчас зима и какие тут пчелы зимой хотя все конечно может быть но лучше на на рыбалку рыболовная ловушка детали рыболовные ловушки а где она производится детали рыболовного уже дед здесь наверняка да вот я был прав 5 кроме шуток я что-то смотрю у меня тут у меня еда то есть алло я смотрю что так надо посмотреть и слушать реально еду а да написано есть здесь вот так я заново пробежалась по этим сундукам назначил что там храни для кот почему-то вот здесь вот скотоводка почему-то здесь вот я не могу назначить неэктивно материалы очень странно почему-то у этих активны аут дейсут нет чё заброд почему они неактивно то здесь чувака очень странно ну ладно это с это скотоводство почему здесь неактивная Я не знаю, бак или что это. Он, кстати, с овцами тут работает. Так, ладно, надо все-таки во всех остальных сундуках запретить хранение оружия и боеприпасов, потому что я вижу, что это мешает конкретно. А вот так вот по-быстрому надо фильтр на экипировку и сохранить. Вот так. Значит, так. Детально. Фильтр, экипировка, запретить. И вторая сторона запретить, сохранить. Вот так. А, ну и по-моему хорошая новость в том, что когда я вот это... А, во. Походу, да, тут сундуки, которые приписаны, в них сразу вся броня выключена. То есть там ее и так нельзя хранить. Это круто. Это круто, это хорошо. Да, вот я уже тут смотрю, броня выключена. Единственное, вот с этими не могу понять, почему тут заблокировано, но ладно. Так, вроде бы все, с сундуками разобрался. Ладно, посмотрим сейчас. Со временем время покажет. Тут должны из этих переложить экипировку, из этих, вот из этого тоже. Ну, хотя тут носильщики у многих во вторую очередь. Так что я не знаю, насколько они там будут быстро все перекладывать. Так, это что такое? Пастух нет задач, ремесленник недостаточно ресурсов. Количество отдыхающих крестьян. Это кто отдыхает у меня? Пастух. А почему у него... Блин, вон сколько у меня овец-то. Е, что ты выдумываешь? И вон сколько у меня корма, сена дофига. Что такое-то? Или еще одну надо построить? Может, реально этого уже мало для такого стада? Сколько они употребляют-то мне хоть отследить? Я вообще не вижу, что они что-то жрали. Ну вот, две этих единицы. Эта вот беленькая штучка, это как они обрастают, что ли? Пожрите хоть одна. Сколько они жрут-то? Они, наверное, уже пожрали. Может, в начале дня жрут или что-то типа того. Счастье, причем низкое, 46%, 47%. Офигеть. До наступления зимы необходимо подготовить запас еды для всей деревни. Чтобы узнать, когда сменится время года, наведите курсорный индикатор текущего времени в правом нижнем углу экрана. День 10. Время, это время, год, осень. Зима наступит через 2 дня, 23 часа. Сложность 100%. Так, запас еды, да? Ну, давайте сейчас посмотрим. Да, мне нужно тогда стейков больше сделать. Ну, 50 достаточно будет? Вареные овощи, 50%. Мясной рагу, тоже 50%. Я, конечно, не знаю, она может испортиться. Льняные семена и всякое такое. Я не знаю, зачем это надо. Пусть будет минимум, мы же их не жмем. Там что-то может для этих. Короче, так вот, нормально, я думаю. А, еще соленую рыбу, кстати, можно. Тоже сразу 50 пусть. Сырое мясо. А зачем, кстати, сырое мясо-то надо? А, потому что для этого нужно, я понял, да. Может быть, кстати, у меня тут тоже нет сырого мяса. Это плохо как-то. Типа, вот пусть, ну, хотя бы сколько-то его делают. Так, новое усиление доступно. Ну, это с животными, опять же, размножение. Либо вот по скорости восстановления здоровья. Либо, чтобы выносливость меньше тратилась. Ха. Так, вот про эффект хорошо отдохнувши. Что он дает? За каждый уровень дает 2 единицы счастья. 10% скорости восстановления выносливости. 3% урона. 5% крит шанс. 5% получить более качественную вещь при производстве. Ладно, давай, допустим, здоровье прокачаем. Мало ли там жесть какая будет потом. Там же будут атаки усиливаться постепенно. А я уже, бац, и заранее готов такой. Мастер кузнец в деревне. Нет такого предмета, который кузнец не мог бы перековать. Даже обычный топор в его руках может стать по-настоящему легендарным. Однако этот молодец необычный горожанин. Он живет в горах, где клыки ценятся куда больше золота. Такие будут указания. Просто этой точки будет достаточно. 6 тысяч золота. Все ваше снаряжение станет качественно 1 тир. А, это мое личное снаряжение. Ни к чему нам лишние траты, стоит обдумать. Это только мое снаряжение. Нафига? Ни к чему лишние траты. Нафиг это. Только мое личное. Если бы всем он улучшил. И то вопрос, стал бы я это делать или нет. Наверное, стал бы. А так нафиг, наверное. Так, сам давайте тоже поработаем. Поработаем немножечко. Хотя что-то я... Так, часто не вижу тут этого... Как его зовут? Второго каменотеса. И камня просто дофигища нужна. А, вот они, да. Они тут вдвоем сейчас долбили. А вот в чем разница? Интересно, если я каменную стену построю. Или деревянную. Любопытно. Кстати, вот рыболовные ловушки. Что, их сюда надо куда-то стоить? Как они-то? А, вот так вот. Прикольно. То есть, типа, только в определенных местах. Так, да? Совсем, конечно, понимаю, что это. А вот здесь? Туда, типа, вообще ее нельзя поставить. Типа, потому что они посередине. Любопытненько. Здесь опасно. Оттуда атакуют часто. То есть, где-то вот близко к берегу. Нормально, я думаю, хватит этих ловушек. Так, вот. Такое, такого количества. Типа, типа, не подойдешь. Это, наверное, мостки как раз уже нужны, чтобы туда. Видимо, да. И то не факт. Так что, вот это я удалю. Ну, вот эти вот вдоль берега пусть будут, остальные больше не буду. Все, вот так же. Ну, давайте на всякий случай я построю деревянные эти самые хрени. Я не знаю, там пригодятся они или нет. Пусть, короче, будут на всякий случай. Вот так. Чисто, чтобы потом, если что, не бегать. Так, а дверь тут тоже должна быть где-то, да? Вот, да, деревянная дверь. Нормально. Наверное, я сделаю все-таки одно копье и один длинный меч чисто для себя, чтобы он был. Вон, лен, кстати, растет. Тут написано 20%, 20%, то, насколько он, типа, вырос. А это что, пшеница тоже растет. Нормально. Вон, прочная пшеница. Или тут еще, тут ее не засеяли, может быть. Ну, короче, нормально. Так, а это что такое? Сырой готовый, испортилась сырой еды. Ух ты, да, много еды портится. Я же кухню поставил первую в приоритете. Чего они мутят-то тут мне, вот и мутят. Вражеский караван. Потребовать плату. Семь людей, силы примерно... Ух ты, у них 40 снаряжений. О-о-о-о. Зараза. Опасно, опасно. Наверное, не буду отвлекаться, пусть проходит, сейчас не до них. О, кстати, ловушка-то рыбная готова. О, рецепты, подожди. Че, вот так вот просто? А-а-а, то есть другие ловушки они вообще на охране нужны или че? Я что-то не понимаю просто. То есть они тут рандомно расположились, но они, в принципе, не нужны другие ловушки. То есть одной достаточно, правильно я понимаю? Ну вот, все, пусть. Ну вот, броню потихонечку тут они раскладывают. С оружием. Ну, конечно, не так быстро, но... Ну и домик он строит. Кстати, похож реально, как на римворде, прямо здесь 1-1. Ну вот, карта счастья. Да, вот здесь вот где у них суммарная 17, суммарная 3. Да, вот здесь вот счастье прямо увеличивается, где у меня это каменная плитка. Прикольно в лаптях по плитке-то ходить, конечно. Так, домик, кстати, готов. Я не знаю, провести эксперимент, что ли, зафигачить туда эти койки, блин. А, нихрена себе. Чтобы их туда перенести, еще в супер выносливость нужна. Ну ладно, потихоньку туда будем переносить. Так, раз, одна койка готова. Теперь спальник. Долго восстанавливается, конечно. Так, я, наверное, реально очень-очень долго восстанавливается. Я, наверное, реально вот сюда пока пусть он вот здесь вот ляжет, прям, чтобы быстрее выносливость. И так вот буду переносить, блин, буду 10 лет переносить. Опа, вторая рядышком есть кровать. Главное с голоду там не помереть. Опа. О, уже идут сюда дрыгнуть. Отлично. Спальники остались. Караванщик будет приходить к вашему тенту ежедневно. Полдень покупает товары, приготовленные вашим торговцем. Также караванщик будет стараться привозить ваши заказы. О, а он построил уже разве эту штучку? О. Покупка, инвентарь. Так, продажа, продать. Че, че я могу продать-то? Не, а не вы бы, блин, показали бы, че у меня есть. Продать все. Как тут? Как тут? Блин, чтоб все их продать. Просто продать тысячу штук или че? Или продавать до чего? Короче, пусть продает. Отлично. Наверное, я не знаю. Ну вот у меня дубинки, по идее. Сейчас, ну протестируем, господи, как он их продает или че там. Так, но в доме, кстати, части 52%. Да, вроде, я не знаю, короче, я не знаю. Посмотрим. Доступно новое усиление, да, посмотрим. Так, ну-ка, просто интересно даже, вот, я смогу до десятки? Десятый максимальный уровень или че? Так, торговец. Увеличу шанс прихода купца. Смысл, там написано, что каждый день у меня будет приходить. Увеличу часть от нахождения в помещении. Ну, я не знаю. Ну, счастье, по идее, важно, конечно, чтобы быстрые новые люди приходили и все такое. Ну, давай попробуем на 5%. Хотя 5% это ничто тут. Так, знаете, шо, я пришел к выводу, что у меня слишком много спальников. Как мне, блин? Ой, не то, не то, зараза. Лишние спальники, короче, я запилил, а вот плитку нет. Плитку-то пусть они доделают. Все, вот так вот, нормально. Вот, это на всех хватит, даже, думаю, запаса. На самом деле, 4 коек, скорее всего, даже просто пока что хватит. Так, а, подожди, трон-то, да, может быть. Так, счастье, 49 пжи, может, трон реально перенести? Я, конечно, не знаю, насколько это... Ну, вот так вот, допустим, я буду сидеть на троне и смотреть, кто... Кто входит в плату. Вот так. Ну, че, счастье. Но я не вижу особо, блин, отличий. Новая наука, да, особо. Но опять же, мед. А, нет, еще что-то, подожди. Медный слит. Открывать свои сплавильная печь. Большой деревянный слит. И че, че, че это даст, если я ее, допустим... А, ее не могу. Значит, мед только. Рамка для улей, а мед... Так, пасека. Че там нужно на пасеку? Вот пасека. Доска и рамка для улей. А где рамка для улей? А-а-а, вот она какая. Это... А кто там работает-то? Пастух или кто? Че? Че, сюда мне ее зафигачить? К этим, к животным? Ать. Двать. Ну, вот так вот достаточно будет пока что. И так доску дофига надо. Так, и давайте, наверное, пол сделаем деревянный вот здесь. Временно. Типа доски там будут все такое. А, кстати, досок надо уже... Сотка, я думаю, как минимум. Ух ты, а мясо-то у меня до хрена, а? Че они там не делают ничего? Сырое мясо. А, это из рыбы как раз. Давайте, давайте, готовьте. Так, еще одна наука доступна. Простая защита, крепостная стена, деревянные ворота, чистокол, башня, поле. О-о-о-о. Вот это атас. Ну-ка, крепостная стена уже... А, блин, все равно, зараза, не могу строить на берегу. Че-что такое? Деревянные ворота. Тоже не могу здесь строить. Башня. И тоже здесь не строится, зараза. А-а-а, чистокол. Только на территории поем. Рядом с... О-о-о, вот, чистокол, да, видите. Видите как. Интересно, имеет смысл мне здесь его зафигачить? Наверное, да. Я, короче, сделаю... А-а-а... Деревянные ворота, башня. Атаковать из защищенного места, при этом дальность и точность стрельбы увеличится на 30%. Чтобы отправить лучника на башню, дайте ему команду на атаку или движение рядом с башней. Наука простая защита. Кстати, тоже прикольная штука. Тут, видите, я дохрена слишком башен тоже не смогу построить. Тут чистокол нужен. Я могу, конечно, в несколько линий построить, и пусть эти мудаки пробиваются сквозь них. Например, вот отсюда я, да, отгражусь. О, а почему здесь я тоже не могу? Прикол. А-а-а, все, понял. Здесь, потому что уже, да. Понял, понял. Враг у ворот разбойники шастать в ближайших лесах. И шесть людей в среднем. Так, вон, нам нечего бояться. Отлично. Так, оружие. А-а-а, сейчас мы протестируем мою новую схему снаряжения. Это, типа, они закид... Вот, все равно он, зараза, пошел туда. Ух ты, ух ты, ух ты! Какие шустрые. Сучи потрохи. Так, ловкость увеличена. Куда, куда, падла? Давай, давай, стреляй, стреляй! А-а-а! 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 Последний сбежал, трус. Ну, главное, что мы отбились. Ух ты! 80 золотичка. Ух ты! Неплохо так, неплохо. Знаете что, я, наверное, кое-что понял. Наверное, вот на территории, где счастье вообще не показано, вообще ничего и не надо строить. Да. Я думаю, так. Нужно только там строить, где счастье показывается, скорее всего. А иначе это просто, ну, мартышкин труд. Я не знаю, вот здесь вот, это, это оно что, показывается или что, или нет? Да, вот где-то оно не показано, короче, здесь вообще не надо строить. Знаешь, а вот здесь вот везде тоже не надо строить, правильно? Видимо, да. Так, я надеюсь, он тут все нахрен не снесет сейчас. Вроде нет. Ну, это отлично, потому что мне меньше работы. Меньше расходов на все. Так, я надеюсь, что это так работает. Надеюсь, что я правильно понял. То есть чисто только где они находятся. Все. Ну, я в два раза, наверное, примерно сократил количество того, что необходимо построить из камня. Я надеюсь, это чего-нибудь достоит. Оптимизировал расходы ресурсов, так сказать. Часть 58% придет крестьянин через 10 минут. Ну, не так плохо. О, что-то еще новое усиление. О, быстро сейчас оно растет. Да, давай, я это, прокачиваю тренировку. Тренировку прикольного. Интересно, тут будет такое, что, типа, меня будут бить, и она прям сразу будет восстанавливаться. Все, дом официально закончен. А, нет, еще вот здесь вот надо такое чудо строить. Так, я могу просто от спальников избавиться, чтобы... Оружейный мастер в деревне. Об этом мастере легенды. Что-то писать такое? Возможно, я предпочитаю удобное легкое оружие. Бронзовые детали оружия, деревянные детали, плоские кожи. А, материал у меня нет. Для моих могучих рук, я достойно двуручное оружие. Тоже деревянные детали. Не доста... О, 25. Надо запомнить, сколько тут он требует. Кстати, чтобы у меня всегда столько было. Значит, 30 деталей надо. Бронзовые детали оружия вообще не умею изготавливать. Плоскую кожу тоже. Зачем лезть вот так он оружен? Деревянный щит превосходного качества. Ни к чему лишний трат. Да, ни к чему, тогда нафиг мне этот деревянный щит, блин, за 7 тысяч золота. Губани дура. Значит, деревянные детали, 25. Там непредвиденные расходы. Так что, где тут деревянные детали? Вот. Кстати, что они стоят? Деревянная палка. Нормально. Пусть 40 штук будет. Так, а деревянных палок, кстати. Сколько они стоят? 10. Значит, деревянных палок надо тоже. Пусть 40 штук тоже будет. Все, нормально. А я схожу пока поработаю. Руками. Ни хрена себе, кстати, он тут долбит. Вот этот сейчас, если подойдет. Посмотрите, как он долбит. Так, ни фига себе. Как его посмотреть, кто это? А, так он дубины долбит. Че за? Че, прикалываешься, что ли? А, ну потому что она фиолетового качества, понятно. О, у меня сломалась, да, походу, эта кирка. Да, блин, инструменты кончились, кстати. Опа, а что это у меня тут новое? Бронзовый молоток, бронзовая кирка. Бронзовые детали, оружие. Ну, у меня вообще таких нету. А, это вот, это надо изготавливать здесь, вот так вот, да. Это все ремесленнику. Ремесленник мне еще один нужен, как минимум. А до тех пор просто надо киркуда делать. Так, подожди, дай, дай, дай мне тоже. Ой, не туда. О. А, недостаточно ресурсов. Че там, деревянная палка. Так, кирка, ну давай. А че такое-то опять не хватает? А, может быть камня не хватает, кстати. Вполне может быть. О, теперь могу сделать. Отлично, делаю. Ой, качество нестандартное. А, че за приколы? Каменная кирка какая? Вообще, почему они у меня дублируются? Че за хрень? Неправильно. Вот, вот сейчас делаю нормально, 40 секунд. Так, ладно, я сложу ее сюда, блин. Причем обычного качества сделал, печалька, ну ладно. Так, мне бы еще, наверное, шерсть продают. На самом деле, конечно, неудобно. Так. Неудобно, неудобно. Ну вот, шерсть. Ну вот, опять же, мне тоже ресурс. Четыре шерсти. Ну, сотню шерсти я точно могу продать. А это че еще? Добавить товар. Интересно. Триста я продам. А, еще шкур у меня очень много. Тоже шкур надо еще. Ой. А, ну в принципе, да, они типа с стаком идут. Так, а я могу покупка, типа, то, что я купить, покупать до. Вот. И тут, типа, могу посмотреть дефицит. Че у меня в дефиците? Или могу еще конкретный дефицит лесоруба нету. Это... А, ну понятно, вот у меня туда, у меня. Вот общий дефицит. Каменные блоки сразу можно, в принципе, покупать. Они без разницы, какого качества. Так, ну давай-ка, ну-ка я до 20. Ну попробуем. Вот как это будет работать, нет? И нужно ли там торговец или нет? Или оно автоматически, как бы, типа, происходит? Раз в день это, типа, совершается. Ну не знаю, посмотрим, придет ли какой-то торгаш, чтобы все это сделать. Или мне нужно своего. Так, силы примерно равны. Ой, нет, пускай проходит, нафиг. Вот эти лежаки, наверное, я снесу, потому что толку-то с них. А, вот погреб, кстати. Вот в нем, типа, хранится дофига всего. Прикольно. Сундук вообще, кстати, ему не нужен. О, новый крестьянин. Для получения новой черты феодалом, кстати, у меня население улучшилось. Так, погреб еще. Ну да, тоже дофига стоит. Так, ладно, давайте сохранимся. Во-первых, по-моему, что там за черту я могу взять. Стоит 10 тысяч золота. Горец. При получении смертельного удара феодал получает неизвимость на одну секунду, после чего вы ставите 50% здоровья. Эффект может работать не больше одного раза за битву. Торговец. Снеж штрафов для цены продажи товара торговцам, которые не специализируются на данном типе товара. Доход от торговли при помощи торговой укладки увеличен на 10%. Мастер засад. Враги теряют способность к отступлению. О! Это, кстати, прикольно. Я больше хабара буду собирать. Либо доход. Ладно, да. С доходом я и так разберусь. Давай враги теряют способность к отступлению. Думаю, полезная спекенция. Так, и новый крестьянин у меня есть, да? Кого бы из него сделать-то? Еще я хотел ремесленника сделать. Еще одного. Что за профессия 1? А, вот ремесленник. Понятно. У меня, конечно, шеремесленники не очень высокого интеллекта. У меня, в принципе, у всех крут интеллект не такой уж и высокий. Ох ты, следующий житель через 2 часа с лишним. Офигеть. Ну, торговец, пишут, требуется. Ну-ка, вот интересно, если я все-таки назначу торговца. Ну и что будет? Давайте броня легкая, оружие при призыве. Ну, пусть будет одноручная. Давай посмотрим, вот как он будет работать. Торговец. Он сам сейчас начнет сюда все сносить, типа, в инвентарь или что? Вот, что он делает? Так, деньги я вот вижу. Я вот вижу деньги. И что это? Я ничего не вижу. А, во. Я не понимаю пока. Я не вижу, чтобы деньги менялись или типа того. А, ну вот он дубинки туда что-либо загружает или что? Да, загружает дубинки. Доход, расход за день, типа, да. Ну, пусть грузит, да. Так, я тогда посмотрю пока что. Че у меня, че у меня. Ну, сено, оно же не протухает же, правильно? Ладно, пусть будет про запас. Так, че я еще могу продать? А, вот это доспехи и шкур могу продать, в принципе. А, это, ну, это у меня все, что... У нихера себе клыки стоят 17 тысяч. Ладно, они нам, наверное, пригодятся на что-нибудь. Так, дефицит. Длина не хватает, всякое такое. Так, че я еще-то хотел? А, знаешь, что-то давай вот эти вот отдельно продавать. То, чего у меня много, этот ресурс, тут это. Пусть 400 продает. Так, и че еще там могу продать? Эти глины у меня очень много. Ладно, пока на этом остановимся. Я думаю, я не вижу, конечно, чтобы тут что-то изменялось, какое-то количество чего-либо. Да, и блоков, когда уж если на то пошло, мне больше нужно. Это ни о чем. Тогда сотню сразу блоков. Пусть закупает. Наверное, да, раздвение. Сейчас еще я только выназначил, если сейчас рано судить. Ну, вот он как раз шер, что ли, туда загружает, да. Только я все равно в инвентаре не вижу. Ожидаемый доход 7 тысяч. А, вот, доход растет. Слушай, а сколько будет стоить тогда вот это вот, то, что я куплю? Ой, блин, на сотню умножь. Значит, это несколько нулей. 1717 тысяч я потрачу. Торговый караван. Торговый караван проходит неподалеку от нашей деревьев. Им будут кладать оружие и сила. Придет торговец, тип торговца, торговец с экипировкой. Война, войной, обед, профессиональный, тип торговец с дуптами. Ну, пусть торговец с экипировкой придет. Я, кстати, вот эту вот свою всякую хотел ему тоже продать. О, а это что? Так. О, кстати, нихрена прикольно. Там всякие стрелы. Ну, там и стрелы заканчиваются. И лук, блин, он тоже сломается. Ну, тут все, в принципе, сломается. Все тлен. Так, ладно. Я ему продам всякую фиговую экипировку тогда. Во-первых, продам ему зеленую. Зеленый меч. Может быть, я, конечно же, сканул. Зеленый меч, может, и не надо было продавать, но... Так, вот эти вот тоже галимые всякие я продам. А, тут есть супер меч. Так, это у меня инвентарь, наверное, почти заполнен. Так. Еще один белый меч галимый. Белый лук. Все, иду продавать. Так. Главное не продать то, чего не надо. О, а это длинный меч. Подожди, длинный меч надо оставить. Еще дай я длинный меч себе возьму. О, я забыл нажать это. Да, длинный меч себе возьму. О, двуручь. Эту фигню я продам. Нифига себе, блин, у него он переходит. Так, лук тоже какой-то галимый я продам. Эту экипировку, которая галимая, я тоже продам. Слушай, блин, дофига, нафиг она мне нужна. Так. Я тут почти полностью ему заполнил инвентарь, по-моему, там два слота только осталось. Так, я два галимых лука еще взял на продажу. Мне кажется, все у него теперь будет заполнен. Да, у него уже даже заполнен. Все, ладно, нормально. Все, 22к у меня. И огромный меч. Все как в жизни. Этот до сих пор туда все грузит, кстати, торгаш. Ну, я надеюсь, в принципе, раз в день это, не знаю, это интересно, прикольно. Если даже это будет все там обновляться или как. Части 49, реально низкая. Так, а это что, благоустройство суммарное? И что? Не, это он просто типа что-то там. Так, вот я что, могу еще апнуть. Ну-ка, вот максимальный уровень тренировки 10. А, еще 110 процентов. Нифига, какой тут максимальный уровень? Или нету максимального уровня? Так, ожидаемый доход. Расход за... А, да, я вот, кстати, правильно посчитал. 17200 расход. Я правильно посчитал. Доход 9000. Ну, доход, конечно, маловат. Смотрим, может, что-то продать можно. Оловянная руда. Но, мне кажется, она потом пригодится. Потому что всех этих слитков и так далее у меня достаточно мало. Меди, в принципе, относительно много. Но у меня тоже впечатление, почему-то, что она может пригодиться. И, кстати, деревьев мало стало, мне кажется. Хотя, нет, вот здесь вот есть. Может, не надо их это... Дефицит мяса почему-то, лол. Ремесленник. Это очень странно. У меня его до хрена было, этого мяса. А в погребе? А, в погребе 11. Кстати, у меня реально сейчас может какой-то голод начать. Начаться. Это будет вообще жестко, кстати. Соленая рыба. Да, может, может, что-то такое начаться. У меня же охотник есть. Сейчас 56, 57. Ладно, посмотрим, в общем. Опа. Что-то снег ночью пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. И нихрена не видно. Тьма. Сплошная. О, у меня там должен быть запас бакелов так-то. Зимой не растут фермы. Поэтому фермерам после сбора остатков урожая следует переназначить на другие профессии. А что, все? Это зима уже? Да, зима. Так, а кто... Где у меня фермер? Вот, все. Значит, ну, я его на ремесло назначаю. Да. Пусть ремесленником будет. Инвентарь это вообще мой почему-то показывает. Интеллект увеличен. Кстати, какие у меня статы-то? Интеллекта 11. А, ну вот, да, потихонечку прокачивается. Волк неподалеку. Убежаешь в крышах, был замечен волк. Шуном какой-то волк. 75%. Менять героя. Егеря. Примоните травленным мясом. Правильно, чайного крестьянина. Нет. Что там какой-то волк? Реально. Так, волк пришел, да? Да, волк пришел. Охрененно. Ну, нам надо дождаться, пока посветлеет хотя бы, прежде чем с ним бороться. Я надеюсь, мы дождемся. Все время достаточно медленно идет. Два часа ночи и так далее. Так, ну что, светлеет. Опа, зима тут. Ух ты! А рыба, что, тоже не работает? А, не, рыба должна, кстати, работать. Кстати, надо увеличить мне количество рыбы тогда. Потому что у меня еды-то особо больше нету. Так. Давайте пойдем поохотимся на волка. Всем хорошую! Хорошую, я сказал. Чего ж так долго-то? Ну, 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 ну. Так. А где он именно? Пардонте. А, вот он. Он тут, блин, у меня сейчас начнет пожрать всех. Ух ты, сучонок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Ладно, я его забайчу. Подожди. Я как истинный герой, я его забайчу. Давай, давай, давай. Иди сюда, иди сюда. Где ты, где ты? Вон он. От стада. Ой-ой-ой. Пацаны, спасите, спасите. О-о-о-о. Зашибись. Вот так. О, кузница у меня тут доступна. Я даже совсем забыл. Тут куча всего у меня же. Ой, каменный блок, около 60 стоит. Блин, да, камень, конечно, вообще. Тут на все камень нужен. Камень самый дефицитный у меня сейчас получается. Самый дефицитный. Деревянный. Это что? Коля, простая ловушка для врагов. Вносит урон. Союзники замедляются на ловушках. Ну, кстати, дешево она стоит. Может, ее стоит захерачить. А что, нападут на меня и замедлятся. Правда, блин, не могу я ее, конечно, везде, где я хотел бы построить. И, надеюсь, что животные об нее не поранятся. Ха. Ну, хорошо. Здесь, допустим, я огражусь от врагов. А где я еще могу? Вот здесь. Вот здесь они откуда угодно могут напасть. Это надо вот так вот строить. Ну, в принципе, то... В принципе, то норм же. Чисто на протестик. Правильно? Бля, дешманско стоит. Кстати, что-то торговец-то не спешит. Что за фигня? Ну. А, он еще туда грузит шерсть. Так, и что? И сколько еще? Все грузит. Нас обокрали. Опять. Железная руда, кстати, она редкая. Держи воров. Противник слабее. Сука же можно, гады. Из-за этих гадов мы без работы сидим. Да все, все, хорош, хорош, хорош. Да посмотри, опять мне за стадами прячутся. Вот что ты будешь делать? Давай, давай, я забайчу, забайчу. Иди сюда. Иди сюда, сука. А-а-а. Я байчу, я байчу. Ой-ой-ой, коровки, простите. Ой, ну блин, ну сложно же, сука. Отлично. Ладно, они сами взлутают этого продурка. Не царское это дело всяких мертвяков облутывать. Коровки, простите. Ну что ж. О, рыба. Честно говоря, я ожидал. А это что? А, железная руда, которую они у меня украли. Мед. Лавянная еда, вареные овощи. Ну слушай, шутки шутками, конечно, но... Что-то у меня не это, не... Не торгует он ни хрена. Что это такое? Вообще, дерево мне туда уже тоже на продажу зафигачить или как? Раз в день. Ну может быть еще 24 часа не прошло? Да, тут уже время относительно медленно идет. Может реально надо подождать? Немного потерпеть, потуже затянуть пояса. Я бы еще дерево продал, но что-то немножко боюсь, если честно. Хотя тут оно не расходуется на эти годы? На поддержание костра и так далее. В принципе, у меня дерево достаточно много, он 507 скопилось. А, на что-то расходуется, кстати. Так, а это что? А, во, 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 во! Во, трейд! Во, 97 блоков камня! Правильно? А почему там деньги-то мои лежат, лол? Так, деньги скоммуниздили, стоп. А, вот, 97 блоков камня. Ну все, строитель должен теперь все закончить. Ну, хотя я не знаю, конечно, все он вряд ли закончит. Но до хрена всего должен. 97 блоков камня, ты что? О, и денег 23 тысячи все равно. Я что-то... Вот это я немножко, я не понял. Откуда у меня сегодня 23 тысячи? У меня там должно было 9? О, давай, давай, давай. Сейчас стройка-то пойдет. Так, а это что? Количество отдыхающих крестьян. Нет подходящего инструмента у шахтера. Ну так, блин, сделайте им подходящий инструмент. Каменный молоток он делает. А надо каменную кирку. Бар. Бронзовые детали, оружие, кстати. Да, еды маловато. Так, а где я? О, а это что? Кнут. Захера он нужен. Полоски кожи. У меня, по-моему, их вообще... А это что такое замерзшее? А, это просто там местность типа. Так, пардонте, господа. А где у меня тут эти медные... А, это кузницу надо построить. Как раз там бронзовый слиток, всякое такое надо для ее этого. Для того, чтобы она работала. Ничего, типа они... Если так вот, то друг другу мешают, типа счастьем похуже у них становится. Лоу. Но я не знаю, что сюда мне кузницу воткнуть? Туда, вот сюда... О, нет, здесь они что-то хранят сундучки, извини. Извини меня. Медный слиток. Можно большой сундук уже потихоньку начать делать. Но маленький лучи. Ну, в том плане, что он быстрее. Так, вот тут не заблочишь, никому проход. Надеюсь, что нет. Тем более он счастье увеличивает, сундукейцы. Так что нормас. Кстати, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. О, 61 счастье высокое. Отлично, отлично. Но это надо не забывать, что у меня сейчас ремесленник один там переключен. Так, а подожди, ресурсы. Я хочу посмотреть, как у меня расходуются эти каменные блоки. Сколько... Да ты! Два осталось! Каменных блоков. Сотня была. У меня два осталось. Серьезно? Я не понял вот это. Охереть. Так, ладно. Опять на меня придурки нападают. Нам нечего бояться. Так. Откуда они там пойдут? Кстати. Пожарят. А, вон сверху, блин. Жаль. А тут, кстати, да, эти строят уже. Овцы. А что это у нее хп неполное? Может, он ее не достроил? Давай, давай. Быстрее, быстрее. Собирай всю оружку. Все, собирай. Быстрее. Ты что? Ты что, угораешь? Приказал в атаку и сам, конечно. Я должен в первых рядах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все? Черти... Ух ты! Медная кольчуга. Пожарят, насколько она замедляет? Минус 8 модификатор скорости. А-а-а, зараза. Блин. Нельзя положить в останки. Ну, нет, давай, конечно, заберем. Ух ты. Поноже медные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как... Как жаль. Я бы одел на себя. Ну, давай я на себя одену. В конце концов, король я или не король. О! Кстати, я их сразу увидел, когда сразу я понял, что, блин, что-то с этими чуваками не то. Потому что они какие-то вот в таком желтом шли. Сначала подумают лохмоти, а потом, ага, конечно, лохмоти. Оказалось, что они, блин, в бране... Ну, кстати, блин... А говорят, типа, лоховские. Ага, вот тебе. Ничего себе лоховские. Да, я прям заметно медленнее стал ходить. Не, ну на крестьяна, конечно, самоубийство. Куэт увешать. Они очень медленно будут ходить, а позволить себе каких-то воинов... Я не знаю, сомнительно. Надеюсь, там броня покруче будет. Наверное, надо им что-то прокачивать на этот счет. Христианам. Так, а мне интересно, на следующий... Как это? На следующий день они тоже будут это закупать? То же самое или нет? Вот что мне интересно. Так, и давайте по ресурсам посмотрим. А, подожди, это то, сколько у меня останется продавать до 300. А-а-а, вот оно что. Нет, нет, нет. Тогда пусть у меня останется там сотка. И вот этих вот пусть у меня останется тоже сотка. А этих продать вообще до нуля. То есть все продать. Вот это, это что? Это глина. Тоже продать до сотки. Ну и все. Нормас. А это покупка до 100. Тоже все правильно. То есть они будут покупать, когда у меня останется сотка. Все. Теперь должно быть нормально. О, доход, расход 21 тысяча. Отлично. Потихоньку он растет. Он загружает туда опять. Начал все загружать. Но как мы выяснили, 100 штук это ни о чем. Этой фигни. Поэтому давайте закупим 200 камня. Я думаю не помешает. Главное не обанкротиться. Части, кстати, 64%. Нормально. Это видимо все-таки сказывает, что я тут все забетонировал. Через 10 минут новый этот придет, челик. Давайте, кстати, в честь спонсора канала переименую некоторых. Так, торговец Red Lion. Спонсор канала. Еще Stilwood Schneider. И путкая ремесленница у нас будет Лина. Вот так. Пока оставим. Да, вот сейчас я смотрю. Начало уменьшаться количество шерсти. И всякого такого. В принципе, да. Нормальная, нормальная стратегия. Успешная стратегия. Так, ну хорошо. У меня вопрос. Вот, допустим, жители. Я не могу именно на призыв к оружию. Тип брони. Нет. То есть это то, что он носит постоянно. Это плохо. Я бы, конечно, хотел настроить так, чтобы именно при призыве к оружию они именно выбирали определенную броню. Допустим, тяжелую. Тогда было бы оно еще нормально. Но если они... То есть сейчас постоянно ходить там в тяжелое. Это не вариант вообще. Так, ловушки построены. Построены, кстати, все нормально с ними. Отлично. Так, давайте тогда еще ловушечек построим. А где нам их построить? Ну, в принципе, вот самое узкое место вот здесь вот, наверное. Ох ты. Ох ты. Тут надо срубить. Как там рубить-то я уже забыл. Снос фермы деревьев. Вот, вот, вот. Сноси, сноси. Это как бы я готовлюсь на будущее к каким-то сложным рейдам, которые я уже не вывезу так. Просто, вот. Так, в принципе, нравится. Чтобы не обошли, наверное, нужно уже коле втыкать. Где там коле? Вот чистокол. Так. Ну, кстати, вот как любопытно. Зараза, вот сюда он не втыкается. Крепостная стена. Ха-ха-ха. Да, блин. Так. Могу, конечно, вот так ее захоронячить сюда. Еще одну ловушку. Ну, давай. Так, и надо туда чистокол тоже здесь снизу. А то тут тоже обойдут смысл всего этого чистокола. Вот так. А, вот здесь еще не могу. Все, отлично. Кстати, сена достаточно много требуется. Ну-ка, мне интересно, у меня для животных-то есть? Есть. Все, отлично. Кстати, надо факелов, наверное... Сколько у меня? А, факелов очень мало, да. Надо факелов сделать... Я не помню, сколько у меня жителей, но пусть будет 12 факелов. О, дерево срублено. Шикарно. Главное, чтобы никто отсюда не напал. Ну, по идее, не должны. Я так понимаю, они все-таки приходят с местности, местности, которая помечена как-то красным. Что-то она не помечена уже, зараза. Как это понимать? А, это когда ты что-то строишь, она помечается. Ну, надеюсь, что не могут они пройти там снизу или откуда-то еще. О, а, кстати, количество дерева-то уменьшилось через 29. Я его не продавал. Так что, может, и не зря я его не продаю, так сказать. Так, доход, расход, ожидаемый доход 17 тысяч. Ну, не знаю, посмотрим. Весна наступит через 2 дня, надо дожить. Весна опять пришла, и лучики тепла. Дверчиво оглядево, мое. Окно. Да, но охотник тут так же ходит, я смотрю, в этом плане все нормально. Количество дыхающих, нет подходящего инструмента. Кирки опять. С кирками опять у нас тут проблемы, я смотрю. О, а я каким-то крестьянам могу купить черту. 25 тысяч золота. Нет, сори, сори. Сори, обойдешься. Так, у меня, кстати, для легкой брони. Легкая и средняя брони, я так понял. Тогда вот эту вот я сюда тяжелую броню сделаю, а сюда тоже легкую и среднюю, и сюда легкую и среднюю. Несколько сундуков под нее, потому что, видите, уже заполнено там оказалось. Так, надо как-то тут в приоритете, наверное, поднять, да, вот. Потому что каменных кирок должно быть. Вообще, их надо, конечно, больше мне сделать. Наверное, в раза два, вот так, чтобы запас был. Потому что они очень быстро изнашиваются, видимо, из-за того, что там несколько челов у меня, типа, на них. Вот. О, новый крестьянин получил новую черту, любитель природы. А, это не тот, который прибыл. Неважно. О, интеллект 14! Его бы тоже ремесленником, конечно, сделать. Я, наверное, его и сделаю ремесленником. Так, броня легкая, оружие при призыве, но пусть будет, я не знаю. Можно ли ему доверить двуручное оружие? Пусть будет дальнобойное, что ли, я не знаю. Какие у него еще там статы? А, он и сильный, и телосложение, и все, слушай, он крутой. Может, я даю ему двуручное как раз? Он уникальный. Ульф. Да хрена, отдыхающих крестьян из-за того, что недостаточно ресурсов. Так. Опа, что-то у меня тут затрейдилось, кстати. Ну-ка, ну-ка. Я правильно понимаю, затрейдилось что-то? Доход, расход за день. А, вот новый прогноз 43 тысячи. То есть я просяду или что? Да, скорее всего, я просяду. Ну, что же делать? Так, новая наука доступна для изучения. Ой, а что, следующая уже даже наука? Бронза? Или что это? А, не, медная кольчуга. Вот это я имею в виду, ладно. Так, усиление, кстати, с усилениями все понятно. Снижать потребление выносливости при производстве. Скорость состояния максимальной выносливости во сне. Шеструс размножения домашних животных. Кстати, как у меня тут с ними? Ну, вроде, кстати, нормально все. Или все равно еще надо подкачать. Ну, 1% выносливости. Вот давайте посчитаем. Допустим, вот, например, да, работничек. Ну, и сколько у него выносливости? Значит, ну, 140. Ну, допустим, это он прокаченный. Ну, допустим, возьмем среднее 100, там, да. Даже это 1%, 1,5% выносливости я куплю. А 1,5% выносливости это я прокачаю. По-моему, это вообще бред какой-то. Я, конечно, понимаю, что... Что я потом там еще буду ее... Ну, не знаю. Может, лучше прокачать удобство кроватей? Или вот эти курительные травы как раз? Потому что это все-таки бонус такой, типа... Хорошо, 2 единицы счастья, 10% скорости восстановления выносливости, 3% урона, 5% крит шанс, 5% получить более качественную вес при производстве. Не знаю. Либо кровать, либо хорошо отдохнувший. Либо размножение животных. Может, размножение реально... Будут всегда трейдить всякими этими шелками и так далее. Потому что у меня что-то их количество сейчас не так уж и растет. Давай, ладно, прокачаем, да, вот это. Нас оба крали. Опять. Да это сколько можно? Держи вора. И хрена, и бронзовый слиток украли. Я их сейчас, блин, я их... Зараза. Откуда они вообще тут, блин, нарисовались, эти мудаки? Посмотри. Постоянно, постоянно эта хрень. Так, давай я их сюда забайчу. Заодно проверим, как эти хрени работают. Блин, я с этой броней нахрен... Только ебайтить в ней. Надо было легкую одеть. Очень медленно я иду из-за нее. Здесь они там сейчас не смотаются. Да ты шутишь! Только не говори, что... А, это я понял, понял все. Я уже испугался, фу. Что я здесь вообще тебя не пройду? Это колия были эти... Ну... Забор. Через ловушки-то я могу проходить. Так, надо аккуратно. Давай, давай! А-а-а-а! Догоняет, догоняет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ох ты, сука! Пацаны, спасите! О! Опа! Порешали, мудаков! Так. Ловушки, кстати, с это... Слились. Бронзовые слитки, извини меня. И причем ловушки там заново, да, как я полагаю, надо отстраивать? Да. То есть они сломались, но, по-моему, там дешевле, чем новые. Так, ребят, все, я слился с этой, с броней. Она мне не понравилась. О, а тут модификатор медная кольчуга и доспеха... Все равно даже вот суперская, фиолетовая, она все равно замедляет. Зараза. Так что нет. Нет, нет и нет. О! А, нет, он просто камень... Ну, это немного камня там где-то получилось раздобыть. Часть все-то один. Вот этот вот стоит, типа у него недостаточно дерева. А он кто у меня? Ремесленник. И что, мне это дровосека еще, что ли, одного из... Что, я вообще не понял, как такое может быть? Если у меня дерево до хрена, они просто должны постоянно изготавливать. Вот. Че, че ты, че ты? Че тебе не нравится? Шахтер, нет подходящего инструмента. Ну, это понятно. Одного... А этот-то че тупит? Ну, ремесленник. Вот сколько у тебя тут этих пустующих верстаков. Бери и любой изготавливай. Вот, смотри, все есть. Дерево. А, ну досок там до хрена есть. А, дерево где-то типа хранится в другом. О, вот это, вот это я понял. Надо вот этот вот, наверное, настроить. Получается, что... Да, интересно получается. Так, ресурсы-то, да, вот здесь я запрещу кучу хранить, вот в этих сундуках. Потому шо так надо. Вообще, наверное, здесь надо все ресы запретить хранить. Во всех этих сундуках. Потому шо из-за того, что они здесь хранят ресы, получается, я не могу что-то где-то изготавливать. Ну, не знаю, это экспериментальная такая. Сейчас посмотрим, как пойдет вдруг из-за этого, что нет, вообще, все накроется производством. Просто хранят доски не там, где надо. Конечно, с сундуками тут с самого начала, что вот такой геморроя не было. Прям нужно с самого начала как-то это все просчитывать, застраивать. Вот так вот, как-то я настроил, не знаю, посмотрим. Да, вот с ресурсами получше, видите, шкурма до хрена продали ее и продаем. И всякое такое. Надо, наверное, еще все-таки бронюшку сюда выставить, конечно. Да, галимую вся. Вообще, блин, как вот, как одной кнопкой, короче, чтобы продавали все галимое снаряжение. То есть, белое, все белое снаряжение. Абсолютно все. Вот как это сделать? Никак, получается. Каждое нужно в отдельности. Это, конечно, неудобно. Кстати, вот мне интересно посмотреть. Там есть у брони, например, чтобы она не так сильно замедляла какая-нибудь, нет? О, улучшенные кожаные сапоги. А, вот там кожаная, это легкая броня, правильно будет? Да. Это потом она станет. Стеганные сапоги. Сапоги шкургалимые, кожаные сапоги. Вот, уже получше, прочность 300. И защищает больше, да. Остальное все уже замедляет. Ну вот, улучшенные кожаные сапоги, это как максимальный левел. В принципе, да. Да. Вот мне нужно сейчас к кожаным сапогам пробиваться. Я, наверное, понял, почему они здесь застроить не могут. Типа. Типа, они просто сюда пройти не могут. Оу. Реально. Давай вот так вот откроем. Он там сможет нас застроить, я надеюсь. Счастье, зараза, все равно мелкое. Да, я был прав. Все равно мелкое счастье. Кстати, вот это вот 100% баг, что он там не мог достроить. Ну, блин, обойди ты кровать, господи, да. 100% баг, так что. Вот так. Ну что, пол практически завершен, большая часть. Но все равно у меня счастье 50%. Почему, что, я не понимаю. А, вот здесь вот еще можно каменный пол тоже. Видите, он подсветил где надо. В принципе, это хорошо, что он подсветил. О, а вот здесь вот уже, видите, здесь не могу застроить. Тоже здесь что-то ему не так. Там какая-нибудь писулька совсем. Чего вот здесь-то ему не так, я не понимаю. А деревянный тоже не могу здесь построить, да. Хотя сундуков здесь доходят. А, ну здесь вот этот вот у меня построится. Если что, еще один могу туда передвинуть. Так что должно нормально быть. О, доски пилят, всякое такое. Наверное, знаешь, что, я вот все повыше до 100. Пусть всего у меня будет по сотне. Мне кажется, это оптимум. Оптимум. Деталь рыболовной ловушки. Я, конечно, не знаю, зачем столько у меня рыболовных ловушек. Но пускай будет. Правильно. Кстати, интересно, ульи-то что он? Сделал? Нет, еще не сделал. Премесленников до хрена должны работать. Кирку, блин, надо на первое место поставить. Чего ж так долго-то? Мне, кстати, нужны эти полоски кожи. Кожаная броня. Вот полоски кожи. Да, я еще пока не открыла. Ну ладно. Знахарь в деревне. В деревню прибыл знахарь. Вы ничего о нем не слышали. Однако поговорили, что однажды он спас целую деревню от голода. Какие будут указания? Прогнать и ограбить это. Ограбить. 13 тысяч золота. 75% шанс знахарь прокрался ночью. Испортил всю еду, уменьшив ее свежесть в два раза. Лол, 75% знахарь прокрался, такая падла. Купить зелье, не старение, побрызгать на еду. Потрать 13 тысяч золота, свежесть их продукцию, донатить надо. Купить зелье роста. Зелье интеллекта за 13 тысяч. Насколько он увеличит? Попросить сделать особый настой. Сбросить все черты и выбрать их заново. Наличие. Но я сомневаюсь, что намного. Стоит обдумать давай. О, а что это за письмо? Макс... А, это вот это вот. Так, новая наука доступна. Короткий лук. Отлично. И медная стрела. Да, давай тогда всем заменим. Эти голимые стрелы. На медные. И, собственно, где там лук? А? Вот, луки. Тоже голимые луки заменим. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Пусть еще будет насекствовать 3 копья, 3 таких больших мяча. Нормально. Ну, вот для бронзовой кирки у меня полоски кожи нужны, но они у меня пока не исследованы. А, и каменный блок, конечно, тут не до 20 штук. Его тоже надо до сотки. Семена, я думаю, тоже увеличить до 20-ки. Потому что, мне кажется, по десятке. Это же они для засева нужны, скорее всего. Десятка это совсем ни о чем. Ой, а тут сыр могу... А, торт. Мед, мука, молоко. А мука-то у меня нету, наверное, еще. Так, это что, благоустройство? А, вот, ну это следующий уровень. Торговец. А мне уже торговцы не нужны, кстати. Вот я уже жалею, что это. Жители медленнее устают на 2%. Ну, блин. Снижает потребление выносливости на атаку. Ну, тоже 1% это вообще такой бред. Счастье в помещении редко находят. Слекция растений увеличивает скорость роста растений. Ну, вот тоже. А какие растения? Деревья, что ли? Что у меня тут еще? И тоже, опять же, мало. Медленно. Медленнее устают. Наверное, вот это стоит на все взять. Типа, я не знаю. Хотя, потребление выносливости на атаку. Фиг знает. Ну, получается, там вот сколько на атаку? 18, да, допустим, выносливости. Вот у меня, например. Да, 18, значит, 1% это 1,8. Экономия выносливости. Ну, и получается при... Ну, не знаю, при 160... Там пару дополнительных ударов будет. Вряд ли чем-то они помогут. К тому же, если там особенно очень быстро урон вносят. Мы же не так, чтобы будем стоять, как болванчики. Вот, наверное, а жители деревни медленнее устают, я просто сделаю. Вот так. О, а бонус следующего уровня, кстати, еще быстрее. Это хорошо. Еще больше. Так, ну и тут животных уже будем прокачивать. Кстати, больше 10 очков не накапливается, что ли? Я не понимаю. Животным я все замаксил. Там скорость размножения и всякое такое. В когребе еды ты уже малехонько совсем. Охотник, нет подходящего оружия. Че, угораешь? У меня что-то до хрена луков должно быть. Вот лук, пожалуйста, валяется. Ты че? Вообще странно. Да вот лук. Вот лук еще. Знахарь, опять. Два клыка под... То есть у него по-любому. Я его не могу просто... А, ну он может еду всю, блин, испортить. Ухудшив свежесть в два раза. Давай 13 тысяч золота с него. Давай ограбить. Прогнать, ограбить этого шарлатана. Я не знаю, конечно же, в деле интеллекта можно. Ну, а мой интеллект на что повлияет? На все повлияет? Или че? Ладно, давай зелье ростов. Господи. Ну и че? Повышает интеллект на единицу. Офигенно. Качество экипировки на эффективность торговли. Ну, ах, охренеть. Ну, повысил, да, и че? Я надеюсь, моим крестьянам дается бонус от моего интеллекта. Блин, деньги, я считаю, насмарку выкину. Крестьян получил новую черту. Новая наука доступна. А, вот, дорога. Открывается, дорога, насыпь. Кстати, может, она ускоряет как раз? Увеличивает скорость передвижения. Да, я прав. Дорожный грунт. Ах ты, блин. Насыпь делает область воды проходимой. Также убирает штраф за медление при строительстве поверх пойм. Эту постройку невозможно снести. Ух ты. Интересно, интересно. Вражеский караван. Ух ты, вот это вот понеслась жара. Противник сильнее. Пускай проходит, конечно. Так, вот, что-то мы затрейдили. Да, у меня 0 золота. Сколько? Сколько у меня? 40 всего лишь камней купил. Это очень плохо. Причем 29к у меня откуда-то все равно. Цена. Ах ты, суки. Они накручивают стоимость. Смотри. Стоимость 246% стоимости. Так, ресурсы. Опа. А каменный блок 161. Что-то я вообще не понял. А, вот, 151 камень. Все, они пошли расходоваться. Вот, все, он тут все строит. Счастье, счастье 48. Все равно низкое. Я не понимаю. Я везде тут все им застроил. У меня зеленое. Все, какое нахрен низкое. Вы что, угораете там или что? Под чем вы находитесь? Что за депрессивные какие-то мудаки, блин? У меня тут для средневековья просто золотая, блин, эпоха. Нет подходящего инструмента. Охрененно для строителя. То одно, то другое. Ого, дают. Торговые караваны. Больше ресурсов. Да, давай ресурсы, потому что у меня, видимо, с этим какие-то проблемы. Конкретные прям такие проблемы. Так, ресурсов мне нужен просто простой камень, которого у него, конечно же, нет. Ах. Ну вот так, блин, торговец с ресурсами. А я могу мечом, блин, камень добывать? Алло, нет, нихрена я не могу. Так, слушай, а все-таки получается, палки, колотилки нужны. Знаешь почему? Потому что ими можно, в крайнем случае, добывать это. Охренеть. Получается, все-таки палки нужны, да. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Ой, подожди, а что сбрасывается, если я начинаю сам делать? Не, мы скорее две, я надеюсь, две палки сделаем. Две палки в ручалке. И пусть они ими добывают. Почему-то палка в ручалке. А, вот она, да, у меня в инвентаре. Тоже минус, что она не складывается вот в эти для изготовления. Ну ладно, как бы. Я просто назначил же, это, видимо, только у бота складывается. Да, вот палки. О, и что, типа ты устал? Да, палки, как это самое, ну нужны, короче. Царская палка в ручалке. Одна даже фиолетовая у меня получилась. Ладно, нормально. Вот этого я не могу понять с части 43. Но сейчас на трон 42, 40. Как это? Почему? За хрена я тогда этот весь камень покупал. Все тут услал им всю почву, так сказать, гранитом. Я не понимаю, как это возможно. Ну ладно. Что, последний день зимы. Так, еще одно усиление. Ну что, мне скот опять продолжить прокачивать. А что он делает-то, я не понимаю. Что он, что ему? Что с ним? Правитель на троне, согретый, иммунитет к эффекту замерзший, регенерация здоровья личного вдвое. Путник, экономный. При производстве, торговле, строительстве не тратит ресурс шансом 7%. Кстати, офигенно. А, это даже при торговле. Блин, вот его бы торгашом на самом деле-то сделать. За место того. А того, значит, оружейником каким-нибудь. Да, наверное, знаете, я немножко небольшую лекировочку. Редлайн теперь у нас будет оружейником. А оружейник у нас будет торговцем. Потому что у него очень крутой перк на это. А, кстати, мои ресурсы, да, 55% стоимость, типа, на рынке переизбыток, да, профицит создал. И поэтому они дешево стоят. Офигеть. Чем больше продаешь, тем дешевле ресурс. Стоит, если не получится так, что постоянно продаешь, продаешь, продаешь там и наживаешься. Даже в Римворде такая экономика наживая. В плане, что тебе могут там 2 каравана или там 10 караванов попасться вообще без того, что тебе нужно. И ты им ничего не сможешь продать. А можешь и пару раз подряд, там, ну, тебе повезет. И ты им сможешь продать, и они тебе что-то смогут продать. Вот тут такая более прямолинейная в этом плане экономика. Очень много ремесленников вообще бездействуют. Типа, не хватает ресов. Наверное, ой, шахтер один бездействует. Кстати, значит, все-таки, а шахтер-то почему бездействует? Типа, ему инструмента нету. Так вон, пойди, возьми дубинку, что ты. Вообще, конечно. Неужели мне еще один карьер нужно построить? Счастье прям очень, 42. Видимо, чем больше людей, тем сложнее счастья добиться. Из-за этого 13 жителей у меня уже. Ну, там разработчики писали, что еще есть какие-то... Что-то они хотят добавить. По-моему, они писали, что еще баги какие-то там есть, да исправлять. Так что, возможно, что-то в этом плане еще есть. Ну, блин, я не согласен, что на криминоломне вдвоем они не могут работать. Я-то работаю с этими вдвоем. Почему они вдвоем не могут работать? И вот у этого, например. Ну, у него, да, у него, окей, кирка крутая. Но я же видел, они тут-ту-ту-ту-ту-ту. По-моему, это как раз дубинкой он делал. Хотя, может, просто какой-то баф был. Ну, ладно, фиг с ним. Это легко проверить, в принципе. Можно самому просто взять. Сейчас посмотрим, дубинкой я смогу добывать. Да, 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 вот, дубинка добывает. Вот, дубинка добывает. Да, блин, сейчас. Дубинка, чтобы... Да, это все было правильно. Абсолютно, когда он очень быстро добывал, добывал дубинка. Так что, оно что-то как-то работает странно. То они дубинку могут использовать, то нет. Это что такое? Что за фигня? Что за фигня? А, голод у меня, что ли, начался? Так, ну, в погребе что есть? Мука есть. Так, а в жрачке? Почему я не могу ничего приготовить? Так ты забей тогда овец, слышь. А, тут одна беременная, одна эта и эта. А что охотник не отрабатывает? Я не понимаю, что-то. Ну вот, одного Рика Шелдона можно переключить тоже на охотника, где он там. Пусть охотятся вдвоем. Может мне корову забить самому? Прости, коровка, ёп. Так, врат у ворот. 6 тысяч золота откупится. Нам нечего бояться, силы равны. Не, откуплюсь сейчас, откуплюсь. Потому что ситуация опасная. Давайте я мясо пока поделаю. В общем, я сразу делал мясо, оно сразу пропало. Тут сожрал. Так, ладно, накормил ртов. Так, тут где-то бык был. Вот, 4 уже. Говорят, что... Прости. Не мы такие, как говорится. Ну вот, например, я вижу, что тут охотник не доглядел. Вон, одной там, 4,9 уже. Этой, что ли? Так. Нормально. Это ладно, они потом сами там перенесут. Так. Это я приготовлю им. Так, минимальный возраст добычи, наверное, надо понизить. Он был здесь 4. Может быть, вот такой вот. 3,8. Размножение животных прокачаю. Вот тут еще овцы. Да я. Ой-ой-ой. Тут прокачать могу. Давай, жители медленнее устают. Отлично. Оружие, конечно, слабое вообще. С одного... Двурущим даже не могу с одного удара овцу убить какую-то. По башке едать. Деревянный меч, как будто. Притащил нормально мясо. Ну что, последние минуты зимы. Так, 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 так. Давай, 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 давай. 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Станете первым феодалом. Несмотря на все трудности, вы смогли основать целую деревню в этом глухом лесу. Ходят слухи, что даже лорд впечатлен вашими успехами. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Пора показать ему, да и всем вокруг, что ни кровь в жилах делает тебя достойным человеком, сыном и правителем. Военная победа. В начале лета организуйте военный поход и завоюйте все близлежащие территории. Экономическая победа. Произведите золото на собственном монетном дворе. Научная победа. Станьте местным научным центром, изучив три научных усиления четвертой эпохи. Начнем ваше путешествие к Слайо. Кроется статистика игры. Прикольно. За 6,5 часов. Но я играл первый раз. Я, кстати, в стиме читал очень много отзывов. В стиле, что я начинаю игру в 10 раз, и постоянно сливаюсь. Не доживаю даже до зимы. Или доживаю до зимы, зимой сливаюсь. Ребята, я играю первый раз. И сразу же с первого прохода я дожил до зимы и прожил зиму. Так, а, любопыт... Подожди, а... А, вот, все, да. То есть игра продолжается. Отлично. Что ж. Время года весна. Все. Всем спасибо за внимание. Лайки, подписку, комменты. Пока-пока.